ЖК Олимп. Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Премия «Наша Подмосковья» открыла очередной сезон. Заявки уже принимаются со вчерашнего дня на сайте премии www.nasha-podmoskovye.rf И прием заявлений продлится до 31 мая включительно. Символично, что в этом году премии получат 2018 человек. Общий размер призового фонда остается прежним – 180 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены специальные премии для волонтеров. Напомню, цель губернаторского проекта – поддержать социальные инициативы жителей области. В прошлом году только от Клина было направлено 536 проектов. Каждый десятый оказался победителем. Два проекта в категории «Объединение» получили по 200 тысяч рублей. 16 в номинации «Команда» по 150 тысяч рублей. Остальные победители номинации «Инициатива» с премией в 50 тысяч рублей. Предполагается, что премиальные победители потратят на дальнейшую реализацию своих идей. Евгения Цветкова встретилась с теми, кто не скупился на добрые дела. Смотрим. Эти строки с фронтового письма нашего земляка Владимира Павловича Калинина, героя Советского Союза. Его именем названа Воронинская школа. Здесь, в Музее боевой славы, до сих пор хранятся его фотографии и копии писем. И это только часть экспозиции. В витринах собрано более ста экспонатов. Карта стрелковых дивизий, подлинные газеты 41-го, каски, патроны и ордена. В прошлом году силами школы музей прошел реставрацию. Оформлены новые стенды. На эти стенды были помещены новые письма, новые иллюстрации. Перед этим эти стенды были покрашены. Набиты новые буквы для названия экспозиции. Помещены портреты. Была отреставрирована представленная стена памяти. На базе музея создано творческое объединение Краевед. Ученики проводят здесь экскурсии, тематические уроки, классные часы и семинары для учителей соседних районов. Школьный музей как часть образовательного пространства. С этим проектом Воронинская школа стала победителем премии губернатора «Наша Подмосковья» в номинации «Инициатива». Мы всеми силами пытаемся привлечь детей к работе в области патриотической направленности. И не только учащихся нашей школы, но и, допустим, дошкольников, также жителей поселка, жителей соседних деревень. Поскольку этот музей является частью открытого пространства и он является какой-то, пусть небольшой, частью культурного центра поселка. На премию губернатора Воронинская школа планирует отреставрировать витрины музея, доделать художественное оформление и отдать в типографию книгу памяти, где будут собраны иллюстрации, материалы и истории подвигов наших земляков. Наталья Сорокина уже готовит книгу в печать. Еще один победитель премии «Наша Подмосковья» Анна Белоусова с проектом «Зоогородок». Два года назад они вместе с мужем купили участок и построили на нем временный дом для брошенных животных – кошек, собак и даже енотов. Лиза и Настя попали в руки Анны от заводчиков. Когда звери перестали приносить потомство, от них просто решили избавиться. А витязе три месяца назад девушка подобрала возле магазина. Пса сильно избили, на теле не было живого места. Его подлечили, привили и сейчас готовят для жизни в новой семье. Это и есть главная цель проекта. У нас есть такая фраза «Мы делаем семьи хвостатыми». На самом деле, когда животное находит дом, счастливы не только животные, счастливы дети, семья, которая их взяла. И это очень ценно, это очень важно. За прошлый год было спасено, именно с улиц спасено, вылечено 42 животных. А пристроено в семьи 37. То есть 37 животных спят сейчас на подушечках, довольные. И семьи присылают нам приветы из дома, гордятся своими животными и очень их любят. Эта инициатива тоже была отмечена в прошлом году губернаторской премией. На эти деньги Анна планирует построить еще один выгул для собак и установить кинологическую площадку. Это все равно своего рода поддержка. Для меня было очень приятно это получить. 50 тысяч – это большие деньги. Мы сейчас, вот весна будет, мы их вложим тоже в расширение, в улучшение обязательно. Цель губернаторского проекта – поддержать социальные инициативы жителей области. Поэтому координаторы приглашают всех активных и неравнодушных клинчан принять в ней участие. В этом году премию «Наша Подмосковья» получат 2018 победителей. Кроме того, сократятся сроки оценки защиты проектов. Премиальные победители получат уже осенью. Прием заявок открыт и продлится до 31 мая. Подробно об условиях конкурса смотрите в новостях пятницы. Евгения Цветкова, Наталья Красавина. Новости дня.